МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На России один итоговая программа Вести Ульяновска и в первой части выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если вы не летите в тропике, тогда тропики летят к вам. Ульяновск погрузился в жару. Жители региона учат, как выходить им из пекла. Бросок гадюки отправил подростка в больницу. Змея появилась там, где ее не ждали. Миллиарды рублей на отговорки. Народный фронт желает видеть футбольный манеж или отчет по строительным расходам. В Ульяновск пришла жара, и термометры в полдень показывают выше плюс 30. Пекло антициклона в нашем регионе надолго, и специалисты рекомендуют соблюдать меры безопасности в этот период. Как именно, расскажет Максим Бажанов. Неделя будет по-настоящему жаркой. Сухая изнурительная погода будет нашим спутником до понедельника. За это время даже крохотный дождик не поможет остудить асфальт и землю. Осадков не ожидается. А вот пик огненной температуры, наоборот, впереди. Циклон будет усиливаться и жара нарастать. Поэтому выходные дни будут наиболее жаркими. Ожидаемый дневной максимум плюс 35-36 градусов в зной на полдень. В такую погоду врачи предостерегают без необходимости на улицу не выходить. Особенно, если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом или ожирением. А если уж вышли, держаться тени и находиться поближе к воде. Второй вариант по душе горожанам больше. Сегодня это их главное оружие против стихии. Вот у меня душой. Мне этого достаточно. До дома доехать, от дома искупаюсь. Большое количество воды прохладной. И вот Волга. Спасатели выход на воду одобряют, но только в разрешенных местах. Купаться где попало равно игре в рулетку. С начала летнего сезона опасное плавание унесло жизни шести человек. Чтобы предостеречь людей от беды в жару, спасатели круглые сутки дежурят и на берегу, и на воде. Проводят профилактические рейды на катерах. Наблюдает всю водную акваторию Ульянской области. Предупреждает людей о недопустимости купания в неположенных местах. О нарушении правил нахождения на маломерных судах. Ведет работу по предотвращению гибели людей на воде. Еще один важный момент для спокойного прохождения знойного испытания стихии – обильное питье. От полутора до трех литров воды, отмечают врачи. Также стоит исключить алкоголь и жирную пищу из рациона. Добавить туда фрукты, свежие овощи и летние салаты. Носить головные уборы и легкую светлую одежду. А если погода все-таки отправила вас в солнечный или тепловой нокдаун, вызывайте скорую. Человека надо пострадавшего переместить в прохладное помещение, где нет солнца, напоить водой. Если он потерял сознание, положить его на горизонтальную поверхность, под голову положить подушечку, ноги должны располагаться выше тела. Специалисты уверяют, если соблюдать все правила безопасности, тогда аномальное тепло не принесет проблем. Наоборот, только радость и хорошее летнее настроение, а еще незаменимый витамин D. Максим Бажанов, Александр Асохин. Вести. Ульяновск. Ядовитая змея напала на подростка, который отдыхал с родителями на даче в Ульяновском районе. Скорая помощь приехала быстро и печальных последствий удалось избежать. Гульнара Шарипова посетила мальчика больница и расскажет, как это было. Сначала я не понял сразу, что это змея. Я думал, может быть, напоролся на какую-то ветку или что-то такое. А там уже потом, когда началась аллергическая реакция, у меня тут вздулись какие-то волдыри на руках. И глаза начали набухать веки. То вот тогда уже вызвали скорую. Не растерялись родители, не помешали дорожные пробки. Больницу у Максима доставили через четверть часа после начала этой истории, как положено в реанимационное отделение. Был немного вялый, был выраженный отек правой нижней конечности, ну и следы от укусов змеи на пальцах ноги. Мы его взяли под наблюдение, проводили дезодоксикационную терапию, инфризионную терапию. Взяли все анализы, наблюдали за его динамикой и на выписание, выписали его в профильное отделение. Своевременная медпомощь и никакого самолечения. Врачи предупреждают, нельзя прижигать, разрезать место укуса, накладывать жгут. Самая верная тактика, как можно скорее вызвать скорую помощь. До ее приезда промыть рану и наложить чистую повязку. При своевременной доставке пациента в стационар тяжелых случаев практически нет. То есть вот я поговорил с старшими коллегами, они говорят, что за все 30 лет работы в больнице смертельных случаев укусов змеи удавалось избежать. Сейчас его состояние стабильное, с улучшением, отек постепенно уменьшается. В целом чувствует себя мальчик хорошо. Когда отек на пострадавшей ноге окончательно спадет, Максима отпустят домой. Еще раз снабдив наставлением, в заросли травы, будь то дача или полисадник во дворе, лучше заходить в надежных закрытых ботинках. Гульнара Шарипова и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Больше миллиарда рублей ушло на строительство футбольного манежа в Дальнем Засвияжье. Этих денег должно хватить на выполнение всех работ. Однако срок сдачи объекта сорван. Открытие стадиона придется ждать еще год, а может и больше. А в причинах долгостроя решили разобраться члены Ульяновского отделения Народного фронта. К его активистам присоединился Эдуард Эстомин. На улице Шолмау никак не достроит футбольный манеж. Его хотели сдать в прошлом октябре, сейчас в сроках уже грядущий сентябрь. Но вера в бархатный сезон тает с каждым днем, сокрушается в Народном фронте. Существенно ничего не изменилось, что может предвещать к выходу на завершающий этап строительства объекта. Деньги на манеж выделили федералы по нацпроекту «Демография». Вначале разработали проект, далее он перекочевал руки облстройзаказчика, который через торги привлек подрядчика. И тут вскрылся ляп. Неправильно была сделана геология, и что здесь фундаменты были по-другому сделаны. Перешли же на свальное поле, и глубина была соответственно большая. То есть вода, грубая вода, и он стоит, ну, на воде практически. По словам Аксенова, вины его организации нет. Она, как технический заказчик, работает с уже готовой документацией. Ее разработал проектировщик по заданию спортивного ведомства. Не мы были заказчиками проекта, заказчиками проектной документации. От Минспорта, по-моему, управление спортивным сооружением. Мы работаем с некачественно выполненной документацией. 24 раза переделывалась проектная документация. В Минспорта признают то, что проект с госэкспертизой заказало именно оно. Делалось это, видимо, в темпе, чтобы не пролететь с лимитами. Сейчас же оба ведомства, по сути, валят друг на друга. Документация с положительным заключением экспертизы была передана в обустрой заказчик, который является единотехническим заказчиком в регионе, в том числе и осуществляющим строительный контроль. Мы направили достаточно много замечаний. Часть устранили, а часть в силу коротких сроков, потому что у нас на проверку достаточно короткий срок, просто не успели исправить. В итоге все как у Горбачева. Вначале ускорение по проекту, затем его перестройка, из-за которой работ прибавилась. Вишенка на торте стала новой мышленнее. Ведь за стройку подрядчик взялся смело, но шапка была не по сеньке. Подрядчикам не хватает денег. Чтобы закупить покрытие спортивное, газон в данном манеже, нужно приличную сумму денег, плюс изготовление будет месяц, плюс месяц монтажа. А мы говорим о первом сентябре. Это невозможно. На достройку объекта нужно еще 300 миллионов рублей, говорят фронтовики, но денег нет. Зато подрядчик преисполнен оптимизма. Хотя на стройке вкалывает полтора Ивана, подметили активисты. Финансируем все нормально. Левский ментаж. Сейчас стоят стройки 1 сентября, но судя по стройке, мы, конечно, сомневаемся. Пока манеж сродни легкоатлетическому собрату. Только дворец для королевы спорта уже никогда не достроит. А вот футбольный манеж пока никак не построит. Прошло три года. За это время скончались король игры Пиле и Диего Марадона. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. На Красноярском мусорном полигоне в Чердоклинском районе появилась строительная техника. Дан старт работ по рекультивации свалки, которая существует уже несколько десятков лет в этом месте. В 2021 году региональное министерство согласовало проект по его ликвидации. И стоимость проекта где-то полмиллиона рублей. Тысячи кубических квадратных метров мусора отравляют воздух, почву и сточные воды. По словам тех, кто пригнал сюда технику, теперь уже недолго. Проблемная свалка включена в национальный проект «Экология». Это будет захоронение, в результате которого будет создан купол, как я говорил, в котором будут локализованы все эти отходы. Соответственно, будут отводные трубы, которые будут выпускать газы, которые там будут еще накапливаться. Все это появится ближе к концу этого года. Пока же при помощи техники перемещают грунт и создают насыпной холм. Мы должны перенести 200 тысяч в твердом теле на правую сторону участка. То есть, грубо говоря, если мы находимся сегодня здесь, то есть мы вот эту сторону сейчас забираем по проекту, вдоль всей части полигона. Переносим на эту сторону, формируем тело. То есть у нас должны получиться два ровных скоса. У их основания построят подпорные бетонные стенки, и гора отходов превратится в холм, который на завершающем этапе даже засеют полевыми цветами. То, что по картинкам устраивает, пока реально я вижу только на верхушке бульдозера и экскаватора. Больше я ничего не вижу, поэтому я не могу сказать, как там делается, и туда проехать абсолютно нереально. Вот, поэтому вот я и жду, когда начнется рекультивация вот этой страны. Мы подъедем, посмотрим и сделаем уже конкретный вывод – так, не так. Активисты общественной палаты курируют весь ход рекультивации. А в середине июля готовы провести комиссию. И вместе с другими неравнодушными жителями региона обсудить качество и темп проводимых работ. Гульнара Шарипова, Юрий Давыдов, Вести, Ульяновск. На этой неделе запущен новый пригородный поезд, который соединил Ульяновск и Казань. Пока он курсирует в конце недели, а с расписанием можно ознакомиться на вокзалах или в интернете. Из Казани поезд будет отправляться каждую неделю по пятницу, субботу и воскресенье в 14.03. И пребывать в Ульяновске в 21.10. В обратном направлении будет с 1 июля поезд курсировать по субботам и воскресеньям. Он отправляется из Ульяновска в 7.30 и прибытие в Казань в 1.45. Время в пути 5 часов и помимо Ульяновска поезд будет останавливаться в ряде населенных пунктов между городами. Поэтому востребован не только у жителей двух региональных столиц, а также у сельчан. Курсировать он будет по маршруту Ульяновск-Казань и вмещать в себя до 100 человек. Первый рейс показал, что по территории Татарстана людей очень много и на территории Ульяновска поменьше. Если мы увидим, что пассажирам будет востребовано это направление, количество дней, когда работает поезд, будет увеличено. Рельсовый автобус останавливается на станции Ульяновск-3 в Лаишевске, Цильне и Елхово. Сейчас прервемся на рекламу и сразу после нее во второй части программы. Провокатор или неадекват? Кто и зачем осквернил священную книгу и что ему за это грозит? Ульяновская общественность взбудоражена идиотским поступком. Бывших судей не бывает. Портрет стража правосудия, который ушел на пенсию, но остался сердцем в строю. Трудовая дюжина успеха и процветания. 12 лет региональной ассоциации ТОС. День рождения отметили с размахом. В Ульяновске заведено уголовное дело против молодого уроженца Египта. Парня задержали за преступление на религиозной почве. В сети интернет появилось видео, на котором мужчина осквернил своими действиями Коран, а также высказывался негативно в отношении религии и ислам. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра по противодействию экстремизму в МВД России по Ульяновской области совместно с УФСБ России по Ульяновской области гражданин был установлен и задержан. Следователь Следственного комитета будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела проведены обыски по месту жительства подозреваемого. На допросе о мотивации преступления он объяснить не смог, зато реакция общественности была бурной. Одним из первых высказался глава региона Алексей Русских. С его слов, в России неуважение к Корану – это преступление. Наш регион многонациональный и многоконфессиональный. Мы уважаем друг друга, чтим традиции, обычаи и очень трепетно относимся к религиозным чувствам верующих. Это преступление против нас всех. У терроризма и экстремизма нет национальности и нет религии. Это факт. Осуждают поступок египтянина и представители религиозных сообществ. Они шокированы, что такое может произойти на территории многонациональной страны. Если человек, он не больной, не сумасшедший, если он в своем здравом смысле, то его поступок, конечно, ничем невозможно объяснить. Потому что никак и ничто не позволяет человеку притрагиваться к священному писанию, тем более что-либо с ним вытворяя в таком положении, которое он как раз и сделал в своем видео. Симбирская епархия Русской Православной Церкви никак иначе, как с сожалением и скорбью не может относиться к подобным акциям и выступлениям отдельных лиц. И, конечно же, поступок человека никак не вяжется с вообще адекватным поступком человека, тем более религиозного человека. Преступление расценивают как попытку провокации, посеять рознь среди народов страны. Только в очередной раз план этот провалился. Сила России в единстве. Жительница Засвияжья перевела мошенникам больше миллиона рублей. Потерпевшей позвонил якобы сотрудник ФСБ, который сообщил ей об утечке данных и убедил женщину в том, что на ее имя пытаются оформить кредит. Чтобы отследить мошенничество, пойти в Сбербанк, ну и в другие банки, и снять кредит, направить денежные средства на счета, чтобы отследить путь мошенничества. Обратившись в три банка, женщина оформила кредиты на 1 миллион 300 тысяч рублей и затем перевела их на счета мошенников. Сотрудники полиции призывают быть осторожнее. Уважаемые жители региона, УМВД России по Ульяновской области обращают внимание граждан на то, что сотрудники правоохранительных структур и банков никогда не запрашивают по телефону конфиденциальную информацию, не требуют проведения каких-либо финансовых операций, не сообщают об утечке личных данных клиентов банков, а также о несанкционированных доступах к счетам граждан. В последнее время в денежном обороте стало меньше фальшивок. Это связано с уходом финансов в цифру, но все равно попадаются 1-тысячные и 5-тысячные купюры. В текущем периоде 2023 года был задержан гражданин, проживающий на территории Ульяновской области, который в 2022 году приобрел на теневом сайте Darknet поддельные денежные купюры номиналом 5 тысяч рублей. Данный гражданин был задержан, дал признательные показания, уголовное дело направлено в суд. Российская купюра – одна из самых защищенных в мире, но преступные технологии не стоят на месте. На столе специалиста УВД коллекция свежих фальшивок. Эксперт объясняет, как распознать поддельную купюру. Есть на купюрах микроперфорация. Если вы проведете пальцем, вы почувствуете, что с оборотной стороны они имеют выпуклый характер, а они не должны никак осизаться, только лишь на просвет. Также водяные знаки, на это надо обращать внимание. Также защитная нить. Если обратите внимание, если взять, попробовать иголкой, можно расковырять и вытащить эту защитную нить. А на настоящей купюре это будет очень сложно сделать. Основная масса фальшивок обнаруживается в банковских учреждениях при инкассации из торговых объектов. Полицейские просят обращать внимание на то, что вы кладете в кошелек. Если подозрения есть на обман, не бойтесь идти в ближайшее отделение банка или в полицию. Вас попросят вспомнить, откуда у вас появилась купюра, и будут предпринимать меры по ее ликвидации. В Ульяновском креативном центре «Точка кипения» завершился форум на этой неделе, который был посвящен изобретателям. Молодые ученые, студенты вместе с наставниками обсуждали аспекты технического прогресса и актуальные запросы недалекого будущего. Идеи были интересны руководителям предприятий, которые смогли бы применить разработки, а также депутатам, которые эти же самые идеи могут продвигать на всероссийский или даже международный уровень. Технологический суверенитет или независимость в науке и технологии от разработок других стран. Именно работа в этом направлении – одна из основных задач для нашей страны на ближайшее время. И процесс уже идет. К концу третьего десятилетия 21 века Россия должна обладать собственной научной и кадровой базой теоретических и складных технологий. Мы с вами очень хорошо понимаем, насколько важны эти направления в условиях быстрых политических и социально-экономических изменений. Регион 73 традиционно в лидерах. Этому способствует достаточно большое количество предприятий, задействованных в сфере высоких технологий. Так, специалисты конструкторского бюро приборостроения презентовали новое оборудование для авиации. Аналоги есть, но ульяновская разработка имеет свои плюсы. В чем его преимущество? В том, что он увеличивает надежность и безопасность полета в целом за счет введения дополнительной контролирующей функции, которая выявляет возможные ошибки процессорного модуля и графического контроллера и сигнализирует об этом пилоту. Ну а региональный филиал радиотехники демонстрирует простое в обращении устройство для измерения параметров светодиодов, которые все чаще используются в различных сферах. Для того, чтобы повысить надежность светодиодных устройств, можно на входном контроле предприятия организовать проколочный контроль по этому параметру. И таким образом повысить надежность. И разработчиков прибора по изучению светодиодов, и тех, кто презентовал начинку для самолетов, еще ряд специалистов отметили благодарностями и обещали поддержку в продвижении продукции. Также на встрече говорили и о стимулировании молодежи заниматься наукой. Если у нас будет правильная система образования в школе, высшее образование, правильно построена работа на предприятиях, вот тогда можно говорить о том, что научные открытия и великие, или простые обычные изобретения будут внедряться в жизнь и помогать людям. Если от региона поступит предложение, которые помогут развитию науки и образования, или продвижению научных разработок, их готовы рассмотреть в том числе и на федеральном уровне. Игорь Кранцев, Юрий Давыдов, Вести, Ульяновск. «Быть добру» – вот так называется ежегодная акция-экскурсия по Ульяновску для ребят из освобожденных территорий и детей участников СВО. Несколько дней они гуляли в парках и по Волге, по берегу Волги, посещали музеи и разные другие интересные места, которые связаны с нашим городом, а также побывали в здании областного правительства. С ними на экскурсию ходила Ксения Грищенко. «Смотри, карабинчики мы как открываем? Поворачиваем вот эту муфту по часовой стрелке и нажимаем ее вовнутрь. Крепим вот на этот трос, на котором будет красный изоленту». Подробный и заботливый инструктаж. И вот уже через минуту ребята в трех-пяти, а кто и в десяти метрах над землей и веревочный парк – очередная точка развлекательного маршрута. Перед приездом в наш город они побывали уже в Москве и Питере. И, казалось, Ульяновску после столиц уже нечем удивить. «Если честно, в Ульяновск больше всех запалку, ну серьезно. Были на «Волге», катались на теплоходе. Организаторам большое спасибо». «Мне больше всего музей понравился. Там мы и кости раскапывали, нам там и рассказывали. Ну, в общем-то, в музее интересно». Акция «Быть добру» собрала 35 ребят из освобожденных территорий и детей участников СВО. С ними – кураторы. Реализовать миссию получилось благодаря поддержке сразу нескольких организаций. Ведущие постарались продумать программу так, чтобы развлечь ребят по максимуму. Члены регионального штаба Народного фронта говорят, подружиться с детьми оказалось легко. «Дети очень отзывчивые, с отдачей, очень интересными с такими детьми работают. Включаются, все им очень нравится. И надеемся, как в тот раз, у них кто, куратор проекта, отозвало, что Ульяновску опыта была одна из самых лучших, кто продемонстрировал и показал свой город. Надеемся, что и в этот раз». В этот раз завершающей точкой экскурсии становится главное здание региона – правительство Ульяновской области. По огромному дому с колоннами ребят ведут, показывая основные залы и раскрывая секреты некоторых из них. Например, демонстрируют систему информационной безопасности. «Когда проводятся совещания секретные, у нас включаются датчики, и по окнам никто не может снять звук, который здесь идет». Почему в одном из главных залов правительства стол круглый, как правильно располагают флаги страны и региона, что символизирует герб и еще много ответов на нескучные вопросы, получают дети и сопровождающие. После фильма о нашем городе в диалог включается губернатор. «Спасибо за… давайте так, за всех ульяновцев, которые нас встретили на этом пути. Спасибо за пацанов с 31-й бригады. Низкий поклон от всей души. Спасибо за лабораторию». «Для нас родные люди, для нас наши боевые звезды, наши дети, поэтому все будем делать, чтобы вам помогло, там было. С удовольствием будем вас еще ждать». Такие экскурсии по Ульяновску проводятся не в первый раз, и регион готов принять следующие группы ребят, которым сейчас так необходимо отвлечься от актуальных проблем и провести лето с удовольствием. Ксения Грищенко, Сергей Свешников и Денис Миронов. Вести Ульяновск. Через неделю Ульяновский областной суд отметит юбилей. Его почти вековая история писалась не одним составом судей. И среди ярких примеров стражи правосудия Кайлан Бескимбиров. В почетной отставке судья находится его профессиональный путь и секреты непростой работы. В материале Максима Бажанова. Родители мечтали увидеть в Кайлане Бескимбирове великого музыканта. И судя по виртуозной игре на пианино, все могло получиться, если бы не вмешались его личные грезы. Мужчина с детства хотел вершить правосудие над негодяями. Поэтому в 24 года, после долгих лет музыкального образования, он решил связать жизнь с юриспруденцией. Он думал, что он станет следователем или прокурором, но по распределению после вуза занял место судьи. Сначала работал на севере, а потом перебрался в Ульяновский областной суд. Ему Кайлан посвятил почти 30 лет своей жизни. За спиной колоссальное количество рассмотренных уголовных дел, федеральные и региональные награды, признания коллег. В арсенале судьи, по мнению профессионала, должны быть еще принципиальность и постоянное стремление совершенствоваться. Никуда и без самоотдачи. Рассматривать дела приходится иногда круглыми сутками. В шутку герой рассказывает, что не помнит, чтобы отдыхал каждую неделю по выходным. Это была шикарная редкость. Есть такие маленькие материальчики, буквально, но настолько сложные, что там надо перекопать столько всего, законодательство все это перерыть, все просмотреть, практику изучить, посмотреть. А бывают и новые обстоятельства, которые ни у кого, ни в одном регионе такого не было. Вот, и сидишь с ним, мучаешься, ночами не спишь. Нагрузка, конечно, очень высокая. Несмотря на жесткий график, Кайлан всегда участвовал в общественной и спортивной жизни суда. Выручал музыкальный составляющий, показывал класс в спорте. Это его хобби с детства. Но главное на таких мероприятиях судья считает общение. Общение, которого судье в почетной отставке чуточку не хватает. Меня спросили, хочу ли я вернуться на работу. Ну, я в шутку скажу, я бы вернулся, если бы мне не загружали работы. Потому что здесь замечательный коллектив. Я очень рад, я очень считаю себя счастливым человеком, что я один из них. Свою славную профессиональную карьеру Кайлан Бескимбиров продолжает в должности дедушки. Внук – одна из главных причин ухода из дела всей жизни. Мужчина хочет насладиться взрослением наследника, чему и посвящает сегодня большую часть своего времени. Это его принципиальная позиция, характерная судье. Максим Бажанов, Александр Рассохин. Вести. Ульяновск. День ТОС на этой неделе отметили в Ульяновской области. 12 лет назад в регионе появилось первое территориальное общественное самоуправление под названием «Надежда». Движение росло, объединяя вокруг себя тысячи людей. Теперь это большая организация в нашем регионе. Где-то песня льется, сердце остаётся, и на части льётся русская душа. День ТОСа с порога открывает сердце каждого. Перед песнями Акшуатского коллектива из ТОСа «Родник» не может устоять ни один проходящий. Не только с песнями, здесь все с открытой душой и угощениями. Не стесняйтесь к нашему столу, поближе продвигайтесь. На столах пироги, кексы, торты и хлеб. ТОСовцы с разных районов области готовились к празднику. Гостям предлагалось не просто отведать их выпечку, но и проголосовать. Истинный кулинарный баттл. Видите, какие-то земляники. Вкусно. А для вас, что это значит? Это бурная, интересная общественная жизнь. Территориальное общественное самоуправление официально стало частью жизни области 12 лет назад. За это время активисты успели сделать тысячи добрых дел. Они создают спортивные клубы и собирают там детей и взрослых. Запускают социальные проекты, открывают пекарни и раздают хлеб нуждающимся. Уже открыто 9 пекарных пекарней на территории Ульянского. Мы единственные в России, где есть такие пекарни, наш опыт изучают. И у нас в ближайшее время, благодаря поддержке нашего ТОСа, в оригинальном конкурсе откроется 10 пекарня. Ну что такое ТОС? ТОС – это жизнь. ТОС – это люди, которые здесь проживают. Сегодня ТОСовцы быстро включились и в поддержку наших бойцов. Например, ТОС «Меликес» шьет плащи, термобелье, спальные мешки. Мы недавно ввели подсчет, у нас отшито на 3 миллиона 700 тысяч по среднерыночной стоимости изделий. То есть, ну это как бы ощутимый вклад. Вот, и опять же, как бы, ну кто, если не мы? Ульяновская область сейчас занимает второе место по количеству ТОСов в стране. Каждый третий человек вовлечен в движение. Один из первых ульянских ТОСов был назван «Надежда». Название оправдалось. За прошедшие годы общественное самоуправление объединило тысячи людей, которые меняют окружающую действительность к лучшему. Сегодня вас уже почти полмиллиона. Это серьезная сила. Недаром во многих регионах России нашу область называют столице ТОСов. Развивать ТОСы и привлекать в движение еще больше людей. На сегодня это задача активистов, чтобы добрые дела коснулись каждого ульяновца. Марина Тимофеева, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Члены «Динамо» отмечают в этом году юбилей спортов общества. Оно было создано сто лет назад. И это самое старейшее и знаменитое спортивное объединение нашей страны. Впервые «Динамо»ские кружки в регионе были созданы в 1924 году. А здание физкультурного комплекса в Ульяновске, который мы все знаем, построили в середине прошлого века при содействии генерала КГБ Назарова. В этом году здание отремонтировали. И на этой неделе состоялось торжественное открытие реконструированного дома. Со дня своего образования «Динамо» объединяла в своих рядах военнослужащих и сотрудников органов правопорядка. И, конечно, любителей физической культуры и спорта. Мы обязаны заниматься спортом, мы обязаны поддерживать себя в прекрасной спортивной форме для того, чтобы успешно выполнять свои служебные обязанности. Это нам пригождается и в сдержании преступников, и в тушении пожаров. В Ульяновской области «Динамо» подарило много именитых спортсменов и тренеров. За время существования спортивного общества было проведено немало знаменитых и интересных матчей и турниров. Самая, наверное, значимая для нас победа – это было, мы выигрывали два раза чемпионат Европы среди полицейских пожарных и один раз мировые соревнования. Тоже по пляжному волейболу. Приехали команды, то есть работники разных силовых структур, то есть всего мира, и были вот такие соревнования. К юбилею физкультурного комплекса «Динамо» капитально отремонтированы фасад и входная группа, заменены окна в спортзале. Кроме того, перед входом в спорткомплекс открылась экспозиция. Она посвящена столетию легендарного спортивного общества. Этот год является золотым для спортивного общества «Динамо». «Динамо» является одним из самых старейших, самых именитых спортивных обществ нашей страны. И воспитала тысячи замечательных спортсменов, чемпионов России, чемпионов Советского Союза, чемпионов мира, олимпийских чемпионов. Тысячи выдающихся тренеров работают здесь. В торжественной обстановке многим членам спортивного общества «Динамо» были вручены награды, грамоты и даже именной подарок от губернатора на ручные часы. Все за вклад в развитие спорта в высших достижениях и специальной подготовке сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, Алексей Русских принял участие в посадке саженцев каштана у центрального здания физкультурного комплекса «Динамо». С древних времен считается, что это растение приносит удачу. Элла Шахова, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. На этом все. Вы смотрели итоговую программу «Вести Ульяновск» на «Россия-1». Всего доброго. До следующих выходных.